Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня программа нашей называется «Осень жизни. Как сделать ее яркой». Об особенностях этого возрастного периода, а также о ресурсах, сложностях и радостях поговорим сегодня с кандидатом психологических наук Санниковой Юлией. Юля, здравствуйте! Здравствуйте! Что у нас называется «Осенью жизни»? Ну, понятно, что мы назвали так это романтично, да? Но какой это временной отрезок в нашей с вами жизни? Хорошо. Ну, надо сказать, что этот временной отрезок очень неоднороден. И мне очень нравится, что в последнее время есть такая тенденция, это очень красиво называть, да, третий возраст, поздняя взрослость, да, взамен каких-то других терминов. И сам по себе он очень неоднороден. Считается, что этот период начинается с того момента, когда человек выходит на пенсию. Ну, пока у нас еще не изменились, да, наши сроки, да, будем по-старому, да, считать, что у женщин это с 55 лет, у мужчин с 60 лет, да, и до 75 лет вот этот подпериод носит название «пожилой возраст». Мне очень нравится звучание этого слова, да, пожил уже, да, накопил жизненного опыта, да, вот, да, как в поговорке, да, за одного убитого двух небитых дает, да, то есть вот это вот этот подпериод небольшой. Далее с 75 лет до 90 лет начинается так называемый старческий возраст. Так. И уже с 90 лет долгожители. Долгожители. Есть какая-то статистика по поводу, есть ли в Кировской области у нас вообще долгожители? Да, ну вот я, честно говоря, здесь сколько их, не могу сказать, но точно есть. А так вообще человечество, да, всегда мечтало об эликсире бессмертия. Конечно. Вот, и надо сказать, что, наверное, я так чуть-чуть издалека начну, нам вообще повезло, потому что, как показывают там раскопки археологов, например, да, данных историков, например, в период бронзового века только 18 лет это была средняя продолжительность жизни, да. Там средние века, 33 года, ну и там, скажем, да, недалеко ходя, да, там даже на Руси, да, 40 лет, это уже человек уже такой поживший, пожилой, глубоко пожилой, я бы так сказала, да. Самый такой большой прогресс в плане роста продолжительности жизни у нас приходится на 20 век, почти в два раза она возросла, и сейчас эта тенденция как бы продолжается, поэтому нам везет. Да, везет, и поэтому нам, наверное, скоро, да, придется до пенсии трудиться намного дольше. А так, вот можно я еще скажу, что действительно, да, долгожители локализуются, конечно, и в определенных местах земного шара, да, у нас, например, Кавказ, да, допустим, да, там, например, Япония, это тоже страна долгожителей, но тем не менее, в общем, долгожители встречаются везде, в любом регионе, и поэтому очень интересно, а как стать этим долгожителем, а какие факторы оказывают влияние, да, так что пересмотреть... Это у нас наука геронтология, да? Да, геронтология, она исследует целостно все процессы старения, да, старение – это главный процесс, характеризующий, да, вот этот третий возраст, или, да, как мы его назвали романтично, вот, есть еще гириатрия, которая изучает медицинские аспекты, но и геронтопсихология, она изучает психологические особенности, закономерности, да, возрастные личности, познавательных процессов. Что происходит с человеком вот именно в этот период? Какие изменения на уровне физиологии, можно кратенечко, да, и на уровне психологии? Это уже более такой объемный, хочется, ответ получить. Ну, я начну с того, что вообще старение рассматривается как, да, такой естественный процесс, ну, как бы угасание определенных функций организма, да. Надо сказать, что что же запускает этот сам процесс, до сих пор остается открытым, потому что существующие теории старения скорее нам дают описательно, констатируют, что произошло уже в этот момент, да, и вариаций очень много, вот, в частности, да, изменяется там работа, есть точка зрения, да, связана с репродуктивным, например, да, там, скажем, старением, да, с изменением работы иммунной системы, с внешними всякими повреждающими факторами, вот, но с точки зрения... Ну, изменения касаются всех систем. Я сейчас даже, наверное, поскольку у меня не медицинское образование, да, так чтобы... Ну, у нас и не медицинская программа, программа называется практическая психология. Да, и сердечно-сосудистая система, и дыхательная система, и костно-мышечная, да. То есть изменения происходят во всех системах человека. Но при этом, вот, как мне кажется, что важно отметить, само старение может иметь два вида. Оно может быть естественным, и тогда это постепенное, как бы, может быть, да, угасание, да, ну, может быть, снижение качества деятельности, но без болезней, да, патологическое старение... Старение, это когда, да, поэтому я к тому, что вообще старение, это такое, с точки зрения нормы, это вообще, да, не предполагает, да, что очень важно наличие заболеваний, поэтому вот особенно мы видим на примере долгожителей, да, то есть там нет никаких заболеваний, да, вот просто вот, да, как бы... То есть качество жизни совсем другое уже, да, несмотря на то, что уже возраст есть. Да. С точки зрения душевной конституции, какие изменения нас поджидают в этом возрасте? Ну, я бы так, наверное, сказала, что несколько меняется жизненная задача, которая стоит перед человеком этого возраста, да, это подведение итогов жизни, да, взгляд назад, да, и вообще, как я жил, что было важно, да, за что я там могу быть благодарен себе и другим. Ну, и, конечно же, остаётся и взгляд вперёд, да, планов-то громадьё, в общем... Должно бы быть. Да, да, оно даёт возможность ощутить как раз качество жизни, да, наметить какие-то перспективы. Ну, вот с точки зрения жизненной задачи, наверное, вот это. А так мы можем сказать, что в зависимости от того, каким образом человек простраивает себе свою жизнь и чем он её наполняет, она с точки зрения вот как раз типов старения, типов старости может быть разбита на психологически благополучные и неблагополучные, да. Какие критерии психологически благополучные? Если в его жизни есть какая-то важная для него деятельность, имеющая для него смысл, да, то есть это и отдушина, и это область приложения силы самореализации. А в психологически неблагополучном случае, вот я бы так сказала, человек замыкается в собственном контуре, да, как бы по типу замкнутого контура он уходит в себя, да, и в этом смысле он может либо впадать, не знаю, в депрессию, да, как бы переживать отчаяние в связи с тем, что жизнь не удалась и всё вокруг плохо, да, либо реализовывать это на внешнее окружение, да, как этот КО, исследователь, например, КО называет это, да, или одинокие грустные неудачники, или агрессивные ворчуны. Вот это два как бы неблагополучных. То есть получается, что энергия есть, активность есть, но она не на созидание, а скорее вот как-то, да... Саморазрушение, да? Да, либо разрушение, да, окружение, да. А с точки зрения психологически благополучных типов старости и старения, я бы даже вот, наверное, что отметила? Человек, ну, на пороге там, да, уже пенсии, фактически оказывается в ситуации, как в юности. Нужно начать жизнь сначала, да, заново, да, простроить её, структурировать, найти какие-то приоритеты, смыслы. Но уже чуть-чуть с другим уже как бы, ну, ресурсом, нежели тот, который был в юности. То есть всё равно с опытом определённым, да? Потому что в юности его совсем практически у тебя нет. Да. А здесь ты уже, как говорится, и вкус жизни знал, да? И теперь нужно наполнить его просто, да? Да, я бы так сказала, что человек в этом возрасте, он такой реалист, да, он трезво смотрит на себя, на жизнь. Вот. И с точки зрения вот этих вариантов, что здесь у нас будет? То есть человек либо выбирает, например... Ведь очень многие, если позволяет профессиональная деятельность, там, здоровье, они продолжают трудиться. Ну, то есть такая вот, да, это... Ну, вот сейчас об этом поговорим, да? Нашла я такую информацию. Людей зрелого возраста можно разделить на следующие группы. Первое. Очень хотят выйти на пенсию, чтобы заняться другим делом. Они активно готовятся к этому периоду, получают дополнительную, там, некоторую специальность даже, да? Осваивают что-то новое, необходимую информацию ищут, да? Пенсия воспринимается как начало вот этой новой самой жизни, которую они не могли насладиться в течение своего рабочего момента. Второе. Очень боятся выхода на пенсию. Правдами и неправдами пытаются продлить время работы. Чувствуют себя никому не нужными, если не могут зарабатывать достаточно. С их точки зрения, количество денег – это, ну, как бы, показатель того, что я вот получаю, значит, я востребован, значит, я вообще могу жить, да? Это показатель качества еще жизни. Третье. Равнодушные. Они уже давно не работают с полной отдачей, и выход на пенсию не приносит им существенных переживаний, связанных с необходимостью, там, перераспределить жизненную энергию. То есть, ну, вышло, вышло и вышло, там, да? Или не вышел на пенсию, ну, ладно, и поработаю еще. Вот, мне кажется, в каждом из этих вариантов, да, мы сейчас можем с вами просмотреть все-таки сценарий развития, как встретить вот эту осень жизни, чтобы она была у нас яркой. Да. И даже подумать, да, вот, есть там, однажды, да, точку зрения встретила, да, что вот примерно лет сорока уже надо вот готовиться к выходу на пенсию, а именно вообще думать, а чем я наполню свою жизнь, а какие планы у меня есть, и чем более детальными они будут, тем потом проще этот переход осуществить, и уже, собственно говоря, переход к реализации этих планов. Мне очень нравится методика, когда, опять-таки, я ее тоже нашла, читая произведение, связанное с кризисом средних лет. Вот именно в этот период стоит уже задуматься, каких людей я возьму с собой вот в эту осень жизни. То есть кто по факту окажется рядом со мной, например, женщины некоторые до сих пор не могут, например, устроить личную жизнь, к примеру, да, и они не понимают, что если они сейчас в ближайшее время это не сделают, то у них может быть просто одинокая старость. Некоторые до сорока лет не могли, например, родить детей, да. И когда ты простраиваешь, состоялся ли ты как специалист, да, вот все вот эти сферы прорисовываешь, простраиваешь, ты уже по факту понимаешь, вот, в принципе, с чем я приближаюсь к этой самой осени жизни, да. И как хорошо, когда есть еще вот эта золотая десятка, там, да, или, не знаю, двадцатка, когда ты можешь, видя, что где-то, например, что-то тебя не устраивает, корректировать, менять и двигаться дальше. И эта методика позволяет, вот ты можешь каждый год, там, не знаю, там, под Новый год или вот осень начинается там, да, у тебя, и ты можешь просто сесть и сделать, посмотреть, с чем двигаться дальше. Отечественно. Итак, что же мы можем с вами сказать, какие ресурсы есть у людей, вот, которые ждут вот этот выход на пенсию, как манн небесный, то есть в чем они выигрывают, да, чаще всего, где они себя находят. Я знаю, что вы занимаетесь в институте третий возраст, да, поэтому вы общаетесь с подобными людьми. Прямо очень радует. Слушатели, которые приходят с горящими глазами, любящие жизнь, готовые, ну, осваивать и познавать новое, просто с удовольствием. Я мечтаю, чтобы... То есть сейчас люди, которые вышли на пенсию, они могут поступить в институт и продолжать образование там, да, например, на какие-то факультеты, на какие факультеты. Да, поступить на разные факультеты, но я даже знаю, что у нас в рамках нашего города, да, при обществе знания, при советах ветеранов института третьего возраста, да, вот сейчас у нас на базе Кировского государственного медицинского университета идет такой, да, университет третьего возраста. И, в общем-то, цель их, наверное, можно каким образом обозначить, да, дать возможность самореализации, да, человеку третьего возраста, да, я бы даже сказала, наладить круг коммуникаций, да, и получить новое знание, то есть новое знание, да, это всегда новая система связи межполусшарных нервных, которая дает возможность, да, сохранить трезвый ум, ясную голову, вот, и очень по-разному строятся учебные планы таких институтов третьего возраста. Вот я смотрела опыты других, например, регионов, то есть это обязательно дисциплины психологического блока, где рассматриваются вопросы, например, семейной психологии, да, как выстроить отношения в семье, конфликт. Потому что это же тоже важно, да? Да, в плане понимания возрастных особенностей, да, то есть, например, мы ведь завершили какой-то возраст, а как там подростки, как себя живут, чувствуют, да, и так далее. Потому что надо выстроить еще отношения бабушка, там, например, и внук, там, да, и понимать это новое поколение, чем оно дышит. Да, я сейчас смотрю, что активно, например, допустим, ну, например, какие-то экономические вещи, да, там, не знаю, да, там, куда вложить, как прожить на пенсию, да, например. Как правильно рассчитать этот же данный, семейный бюджет уже. Да, 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 курсы юридической грамотности, да, то есть, там, твои права, да, там, как покупатели и так далее, даже личное право, как составить, там, да, не знаю, там, например, завещание, ну, разные другие вещи, например, информационная грамотность, да, то есть, там... Осваивают компьютер, да, всевозможная программа. Да, да, работа в интернете и так далее. Ну, и различные варианты хобби, да, например, кто-то, там, плетёт из лозы, кто-то поёт, кто-то играет в шахматы, кто-то занимается, там, фитнесом, да, то есть, вот, я, насколько знаю, что они тоже достаточно так востребованы, и это как раз возможность реализовать себя в тех аспектах, в которых, вот, не было возможности ранее, поэтому... Ну, ведь, смотрите, основа всё равно во всём этом личное желание, да, то есть, как бы, я вот вышла на пенсию, и я очень хочу, чтобы, например, мой круг коммуникации не сужался, да, чтобы не превратилась вот эта, например, квартира в эту клетку, где я с утра до вечера нахожусь, да, я поэтому делаю шаг, я выхожу, я общаюсь, я получаю новые знания, я взаимодействую с этим миром, и я чувствую, что я живу. Да, то есть, вот, как раз я выхожу за границы этого замкнутого контура, да, и мы сразу же получаем психологически благополучный вариант старости и старения, да, то есть, выхожу в социум к людям, получаю новый опыт, какую-то новую информацию, делюсь тем, что есть, и это очень, конечно, здорово. Вот ещё одна категория людей, они очень боятся выхода на пенсию, но всё-таки это случилось, к примеру, там, да, и человек, ему кажется, что он теперь уже, если он не специалист, если он не востребован, то на что мне теперь опираться? Как в этом случае быть? Ну, я хочу сказать, что есть такое понятие, как пенсионная готовность, вот, возможно, он не очень пенсионно готов, да, и считается, что среди вот этих, ну, как бы, показателей, здесь, конечно, будет даже, вот я уже назвала, это и планы, я себе представляю, да, свою жизнь, я вижу плюсы этой жизни, я уже начинаю готовиться, да, вот как в предыдущем типе, в предвкушении, да, конечно же, на уже, так скажем так, пенсионную готовность оказывает влияние и финансовая составляющая, то есть я представляю, как я на эту пенсию буду жить, да, как я буду планировать там свои расходы, ну, и, конечно же, состояние здоровья, да, то есть вот в случае, если оно ничего, да, я тогда имею надежду, да, реализовать то, что есть, да, а здесь опасения, я думаю, что на самом деле, если человек, ну, у него такая адекватная самооценка, да, высокая самооценка, в принципе, он понимает, что даже если он не будет работать, он не утратит при этом свои ценности, да, и тогда, что я могу, если для меня важно признание других людей, да, как бы... Каким вариантом я могу получать, другим, да, например? Да, через детей, внуков и так далее, причем интересно, вот, по статистике больше, ну, как бы внутреннее благополучие наблюдается даже не только у тех, кто посвятил себя только детям и внукам, а те, у кого есть еще какой-то вот выход в другой социум, я имею в виду, да, реализация через... Конечно, иначе можно тоже даже и в этой, да, маленьком мире, где дети и внуки, может, так тебе все это надоест, что ты думаешь, зачем мне такая пенсия, да? Вот в этом смысле это вот так, наверное. То есть обязательно надо простраивать выход еще, да, в другие социальные группы, чтобы... Да, подстраховка какая-то даже вот если... С точки зрения вот этих позиций, с точки зрения здоровья, финансов, да, вот планов и так далее. Вот смотрите, получается, что для человека... Вот давайте попробуем сейчас основу такую, да, заложить, чтобы у нас слушатели тоже понимали это. Значит, чтобы психологически быть готовым вот выйти вот в эту осень жизни, да, было бы неплохо, конечно, иметь здоровье. Так, мы что для этого можем сделать, да, сейчас уже, думаю, если, да. Дальше. Какую-то такую экономическую подушку безопасности, да. Понятно, что рассчитывать действительно на пенсию и качество жизни будет совсем другое, да. Что еще необходимо? Наверное, вот эти какие-то дружеские, да, взаимосвязи. Обязательно их ни в коем случае не терять с годами, да, а наоборот, если есть возможность наращивать, да. Взаводить и ума связи, да. Я вот смотрю с таким большим удовольствием, как наши слушатели третьего возраста, да, то есть они не только в рамках самого института, но и помимо знакомятся, выстраивают отношения, поддерживают друг друга, там, не знаю, ездят в Парушино гулять, там и так далее. Отлично. Это все замечательное простраивание системы вот как раз, там, не знаю, поддержки социальной. Угу, хорошо. Так, значит, коммуникации, да, продолжаем. И если, например, смотрите, если человек говорит, я, вот мы про второй сейчас говорим, да, что они боятся выхода на пенсию. Если, я вот, например, знаю преподавателей, которым там уже по 80, по 70 лет, а они изо дня в день ходят к студентам, да, сколько-то, может, как-то не так уж много у них этих лекций, да, но, тем не менее, они чувствуют, что они востребованы, важны, ценны, да, студенты им дают это ощущение. И как здорово, что есть такие работодатели, которые осознают это, да, и дают возможность ценному, ценной личности, там, специалисту продолжать работать, несмотря на такие возрастные рамки, да. Ну, потому что многие же действительно говорят, что я в состоянии, несмотря на возраст, разделиться опытом, который у меня есть с молодым подрастающим поколением. Да. Мне кажется, это вообще идеальный так-то вариант. Да, я, кстати, вот смотрю, что есть сейчас, да, с такой некоторым смещением, особенно в крупных городах, да, если ранее считалось, что вот только молодежь до 35 лет, самые лучшие кандидаты, да, на работу, то сейчас, да, что наоборот, даже там близко к пенсионному даже возрасту и там далее, потому что это очень надежный сотрудник, да, который реалист, который дорожит своим местом работы. Который уже опыт. Есть опыт уже, индивидуальный стиль деятельности. В этом смысле это правда. Хорошо. Идем дальше. И вот у нас есть те самые равнодушные, которые, ну, которые вообще, в принципе, не работали там с полной-то отдачей уже давно, да, и им все равно, там, когда там эта осень жизни, да. Вот они более устойчивы, как вы думаете, с точки зрения психологии? Ну, это так интересно. Или у них будет жизнь не так херка и переливаться не теми оттенками, а также вот спокойно, равнодушно они подойдут к финишной прямой. Ну, можно так сказать, да, с одной стороны, там, да, их ничего сильно не затрагивает, да, но ничего и не радует, наверное, в этом смысле, да. Вот, кстати, тоже, если говорить даже о том, что к финишной прямой, с чем они могут подойти, они могут подойти с ощущением собственной нереализованности. То есть вроде я все время откладывала что-то там на потом, да. А когда? А когда, да, все, стоп уже, да. Да, и может быть вполне, да, там, ощущение бесперспективности уже, да, если тут не уложился, в этом смысле, не знаю, кому повезло больше. А вот, Юля, как сделать так, чтобы осень жизни, когда подводишь итоги, да, какие-то определенные, там, оборачиваешься назад, так, чтобы она вот была богата на какие-то плоды? Что необходимо для современного человека? Чаще всего люди что говорят, к чему стремятся, что является таким маркером, показателем того, что вот моя жизнь, она удалась? Ну, я здесь думаю, что все будет, конечно, зависеть от системы ценностей, которые есть, да, у кого-то это семейное счастье, у кого-то это, да, какие-то, да, там, не знаю, трудовые, там, заслуги, да, и так далее, у кого-то это собственная самореализация, поэтому у каждого будут мерки свои, и поэтому в итоге... То есть у каждого в корзинке будут свои яблочки, да? Свои яблочки. Но я бы так сказала, что, наверное, если человек умеет извлекать опыт из своей жизни, да, умеет смотреть на любые события своей жизни с позиции того, что мне это дало, да, с позиции благодарности, то он в любом случае получит позитивный итог и позитивные мироощущения. Другое дело, что переживания даже отрицательных эмоций, обид, там, ещё каких-то гнева, там, да, иногда несёт много психологических выгод человеку, да, ощущать себя жертвой иногда бывает, может быть, ну, казалось бы, выгоднее, да, потому что я прав и там и так далее, да, но с другой стороны понятно, что эмоциональное состояние вот оно какое, да, в ноль можно совершенно выйти ниже. И поэтому мне кажется, что это вот такая привычка постоянно выработанная и формируемая годами, да, вот именно с благодарностью позитивно смотреть и радоваться тому, что есть. Что есть, да. И никогда не говорить, что впереди у меня нет никакого будущего, там, да, например, сейчас встречаю такое, что там, ну, дочка, да чего ты, да, чего ты сейчас рассуждаешь? И у меня всё, я на пенсию вышла, да, и я говорю, ещё столько всего интересного впереди мне, от меня уже ничего не ждёт. То есть вот этот настрой, самонастрой, да, он тоже, наверное, очень-очень важен. Да, я бы так назвала, да, как в психологии, да, известный феномен самореализующиеся пророчества, да, вот как себя называли, да, так. И мне очень нравится по этому поводу такая методика, когда мы предлагаем, ну, женщинам или мужчинам представить, а твоя идеальна старость, да, то есть ты можешь сделать калаш, да, ты можешь прописать это на листочке, на бумажке, там, да, я не знаю, там, я себе представляю, там, кокетливая старушка, я обязательно буду ходить в какой-нибудь шляпке, где моё лицо будет прикрывать вуаль, чтобы не сильно было видно, там, мои веснушки, да, с возрастом, к примеру. Я бы хотела там, например, ходить на берегу, чтобы у меня был домик на берегу Средиземного моря, чтобы мы вместе, например, отдыхали с моими детьми и моими внуками, а может быть, даже и правнуками. Ну, то есть когда ты какие-то вот такие вот вещи себе проговариваешь, да, опять-таки, ну, я думаю, что у меня просто все шансы, чтобы это всё реализовалось, да, и вроде бы так игра, да, но тем не менее ты разрешаешь себе в это время пофантазировать и прописать тот сценарий, который, а почему бы нет, да, а там уже дальше, ну, на волю Вселенной и своих собственных рук. Да, как здорово, мне прямо захотелось даже. Ну, у нас же программа практическая психология, поэтому щедро делимся всеми этими методиками. Пробуйте, да, я видела потрясающую, потрясающий калаш у меня сделала клиентка, она всю жизнь проработала учителем в школе, да, и она понимает, что, ну, впереди действительно есть вот этот период жизни под названием осень, да, и вот я, говорит, всю жизнь мечтала, например, о том, чтобы у меня вокруг дома были розы, там, да, чтобы у меня там обязательно там по весне всегда цвела сирень и яблони, да, для этого она вот уже тут в коллаже это все делает, и она говорит, я сейчас понимаю, вот благодаря вот этим рисункам, что я должна, значит, если я этого хочу, я должна около домика своего дачного посадить уже вот такие-то кусты, там, сирень, там, то-то, 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 да. Вот, если вы хотите путешествовать, значит, нужно же продумать, каким образом, да, это можно сделать. То есть попросите, например, своих детей, там, внуков найти сайты, где вот прямо, ну, вот я вот совсем недавно туда смотрела, отправляла тоже знакомую, женщину пожилого возраста, ну, есть горящие путевки, которые стоят, ну, вообще просто смешно, там, 7 дней, там, по 8 тысяч, понимаете, да. То есть главное, чтобы у тебя только был паспорт, да, и ты была готова отправиться в это путешествие. Поэтому обязательно, мне кажется, это, ну, просто жизнь необходимо простраивать, да, такие моменты. Ну что, мы с вами подходим к завершению нашей программы. Юля, наверное, вот в этом завершении, какие-то такие рекомендации, ну, уже с точки зрения, вот, какие вы рекомендации даете, общаясь со слушателями в институте третьего возраста? Чего чаще всего они спрашивают, интересуются чем? Есть, ну, есть, ну, как бы разные вопросы, это вопросы взаимодействия в семье, да, это вопросы... Сейчас это актуальнее, да, для них? Да, это сохранить это позитивное мышление, да, вопросы связи психики и здоровья, да, то есть хотелось бы, конечно, здоровую старость, да, естественное старение. Ну, вот разные итоги, мне так очень нравится. Мы на эту тему пишем синквейны, вот буквально сегодня, да, то есть такая краткая стихотворная форма, и в этом синквейне мы прям можем выявить своё отношение и прям что-то подкорректировать. Ну, например, что там, да, пять, я не знаю, я могу рассказать, вдруг кто-то воспользуется, да, запишет. А первая строчка синквейна – это всегда существительное, ответ на вопрос «что». Вот мы сегодня писали на тему старость, да, что такое, какая старость. Вторая строчка – это два прилагательных или причастия, ответ на вопрос «какая». Какая, да. Ну, вот, например, ну, давайте я сейчас расскажу, и далее примеры будут. Третья строчка – три глагола, что это с нами делает, да, например, старость такая-такая с нами, то-то, то-то, то-то делает. И четвёртая строчка – это последствия, что в итоге, что в результате, это четыре существительных или наречия. Ну, и пятая строчка – это подведение итогов одним словом, это может быть повтор первого слова, а может быть и наоборот что-то другое. Вот сегодня каждый из слушателей на такой синквейн написал для того, чтобы понять, а он что вкладывает в старость, и мы потом попробовали вместе сделать. Ну, например, если человек видит скорее дефицит этого возраста, у нас может получиться такой синквейн, прям по памяти, что помню. Например, если старость одинокая и больная, то она, ну, не знаю, даже сейчас что будет приходить в голову, да, то она расстраивает. – Огорчает. – Огорчает буквально, уничтожает, да, человека. И в итоге, как недовольство, несчастье, как они, да, болезни, букет болезней, да, и там охочется быстрее в гроб. – А кто-то и так, да? – Безысходность или отчаяние, да. И получается, что вот в этом синквейне очень важными является именно вторая строчка, да, то есть какая она для нас. Если мы меняем эту строчку, и мы, например, пишем, да, старость мудрая, да, например, мне понравилось сегодня, неожиданно счастливая, то тогда она там радует, вдохновляет, даёт силы, и тогда полноценное общение, планов громадьё, там, да, там, крылья за спиной, да, и так далее. И хочется жить, да. – Конечно, конечно, отлично, великолепно. Я как-нибудь тоже составлю, а потом вам расскажу. Юля, ну ещё, знаете, мне вот кажется, очень было бы неплохо, чтобы осень жизни была наполнена любовью. – Да. – Потому что это тот самый эликсир, который позволяет пережить очень-очень многие вещи, правда, да? Это может быть любовь к родным, да, это может быть любовь к внукам, да, это может быть любовь просто даже к людям, которые абсолютно просто живут рядом с вами, да, вы можете с ними общаться, помогать им, да. Ну и я вот тут прямо с удовольствием приведу пример, как ко мне, здесь разрешение клиентки, как ко мне пришла женщина, глядя в зеркало, сказала, вы только не говорите, что я только не скажу вам, сколько мне лет. А как вы думаете, сколько мне? Я говорю, ну, наверное, там лет 50-55. Она говорит, что вы, это мне было 20 лет назад. Да. И она пришла с темой «Я влюблена», «Я люблю». И вот только меня единственное, что смущает, что мужчина чуть младше меня. Так что всем желаем любви, счастья, крепкого здоровья, и пусть осень жизни будет яркой. А сегодня у меня была очень интересная гостья. Юлия Санникова, кандидат психологических наук. Юлия, спасибо вам большое. Спасибо, мне кажется, любовь и мудрость, они прям за руку идут вместе, друг с другом. Поэтому желаю всем нашим слушателям найти себя в любом возрасте, быть счастливыми. Это точно. Спасибо большое. Это программа «Практическая психология». Всем любви и счастья.